На страже чистоты стоят активисты из общественных движений «Чистый лес» и «Экосознание». Даже в непогоду они взялись за уборку подушкинского леса. После пребывания здесь людей лес просто переполнен мусором. Здесь и стекло, и пластик, и разные другие отходы жизнедеятельности человека. И собрали это все неравнодушные люди по личной инициативе. Ведь чистота окружающего мира для них превыше всего. Очищая окружающую среду, парки, леса, водоемы, мы очищаем и наш внутренний мир. Эта жизненная философия принадлежит создателю волонтерского движения «Чистый лес» Наталье Зайцевой. Она с детства хотела больше отдавать, а не получать. И это желание переросло в благотворительный проект по очистке лесов. Он стартовал в мае этого года. Сегодня команда единомышленников Натальи активно формируется по всей стране. Мы здесь хотим личным примером показать другим, что это очень важно. Потому что мы дошли до такой точки кипения, когда дальше уже нельзя оставаться равнодушными, молчать, бездействовать. Потому что мы замусорились. Организаторы движения проводят субботники каждое воскресенье. О месте их проведения сообщается на страницах социальных сетей. К организаторам часто присоединяются волонтеры и местные жители. С каждым разом активистов становится все больше. Убирать вот такие объемы мешками – это тяжело. А если каждый по чуть-чуть уберет, то реально становится чище. Ну и естественно, плюс, я считаю, это мое мнение, что нужно еще работать сверху, чтобы все-таки были законы, которые позволяют штрафовать тех, кто мусорит. Потому что должен этот механизм работать. Два года назад Михаил убирал восточную часть Подушкинского леса. Он также постоянно поддерживает чистоту лесной зоны 8-го микрорайона Одинцова. Его волонтерское движение существует уже 6 лет. Начинал с плогинга – уборки мусора во время бега. Достойный пример Михаил подает и своему маленькому сыну. Вместе с папой мальчик активно участвует в лесных субботниках. Активист уверен, что любовь к окружающей среде нужно прививать с молоду. Человек, хотя бы раз убравший лес своими руками, больше никогда не будет в нем мусорить. Он, конечно, устает, как и любой ребенок, но он уже там даже на площадке, или в лесу, или где-то, он видит мусор, он пытается раз и в мусорку бежит, выкидывает. И другим детям говорят, зачем ты там бумажку кинул. То есть у него уже это где-то заложено. К уборке Подушкинского леса присоединился Одинцовский эколог Дмитрий Иванов. По его словам, чтобы привести в порядок весь лес, нужно не менее ста человек. Он надеется, что такие мероприятия привлекут как можно больше людей, проявляющих заботу об окружающей среде. Сам Дмитрий наводит чистоту в лесах Москвы и Подмосковья уже около трех лет. Беспокоюсь за свой лес родной, я здесь, так сказать, с детства гуляю. Мне не все равно, что с этим мусором будет, тот же ПЭТ, он, так сказать, если его примут, он пойдет на переработку. В итоге экоактивисты очистили почти четверть гектара Подушкинского леса. Собрали более 30 мешков мусора. Пять из них – пластиковые бутылки категории ПЭТ-1, которые были сданы в переработку. Остальное мусор вывезли на специализированные полигоны. Следующий субботник в Одинцово планируют провести в сентябре. Присоединиться к нему приглашаются все желающие. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. ТЮ, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...